Игрис, айхале, и не езунаме, и Господь загнет, айхале, райхлих. Если между нами есть англоязычные люди, I greet you all in the name of Jesus, my beloved brothers and sisters, and God richly bless each and every one of you. Если между нами есть испанскоязычные, La paz del Señor, queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos vosotros, Если есть русские, мир вам. Да благословит вас Господь. И рад быть с вами. Хвала Господу. Мы откроем Слово Божие и читаем из второй книги Паралипоменон или же Цвайте хроника. Мы читаем два текста, после будем читать или цитировать больше. Сегодня утром я сказал пресс-фитеру, может быть, я займу больше времени, чем обыкновенно, но я нахожусь более 7 тысяч километров от дома и не спешу. Куда вы спешите? Хорошо? Будьте здесь. Второе хроники, или же Паралипоменон, 7 глава, 13-14 стих. Такие слова. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелюсь раньше поядать землю, или пошлю моробую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прочтю грехи их, и исцелю землю их. Откроем книгу пророка Езекииля, 22-22, и стих 30. Драйсик. Езекииль, 22, и стих 30. Искал я у них человека, который поставил бы стену, и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Братья, сестры, проповедь, которую я скажу сегодня утром, я еще нигде в Германии не говорил, и не был намерен ее здесь говорить. На конференции имел намерение. Но брат Эдвин меня упросил. Я буду просить вашего особенного внимания, проповедь, которая будет сказана пророческая, и прошу особенно тех, которые вне дома, вы вне, там, сидите на этих бенчах, пожалуйста, не разговаривайте между собою, или те, которые дальше сзади. Старайтесь быть внимательны, и слово, это очень важное, пророческое, и мы в нем есть, мы включены сюда, поэтому будем с уважением к Слову Божию и к тому, что сказано, очень внимательно. Я знаю, между нашим народом есть одна слабость, говорят, говорит ли через тебя Господь, значит, если это пророчество, если это откровение. Ну, а это, мол, Господь не говорит, это большая ошибка. Господь всячески говорит, а особенно через свое слово, когда проповедник проповедует подмазанием Духа Святого. Аминь. Я. Слава Господу. Итак, сегодняшняя наша тема ответственность народа Божия. Вы знаете это слово ответственность? По-украински, відповідальність фер антвортихунг или по-английски респансибелите, по-испански респансибелідат. Ответственность народа Божия. В том числе нас. Мы здесь прочитали в первом тексте и первое слово в русском языке состоит из четырех букв. Если. В английском языке это слово имеет только две буквы. If. В немецком языке тоже четыре буквы. When. И это маленькое слово употреблено в Библии тысячу пятьсот и двадцать один раз. И оно всегда есть условное слово. По-английски мы говорим conditional. Дизе клайне ворд, курце ворд, вен, митфір бухштабен, имер ин фірбінгдунг, ин фірбінгдунг, мит бідінгунген, имер. Всегда с условиями. Не забудьте, помните, Библия это Божья книга и в ней полно обетований и пророчеств. И многие из них есть условные. Не забудьте. Так сказал Бог. Да. Бог говорит да и аминь. Но много пророчеств, много обетований есть безусловные и есть условные. Что касалось Иисуса Христа, Его страданий, Его второго пришествия, это безусловное. Ничто не изменит. Аминь. Но есть много в Писании условного. Если не верите, прочитайте книгу Второзакония Пятого Моисея. И Моисей говорит народу, если будет так и так и так и так, то будет так и так. Помните, нет? Если будете исполнять, то будете так. Нет? Выйдут против вас враги одной дорогой, а десятью будут убегать. Но если будете поклоняться иным богам, то вы выйдете одной дорогой, а десятью будете убегать. Много есть, не забудьте это. Я не искажаю Писание, но много пророчеств у Библии и много обетований у Библии есть условные мид беденгунген, кондишенал. Нет? И это слово я говорю в Библии 1521 раз. Мы видим, Бог всегда имел мужей, с которыми имел дело и считался с ними, как мы читаем, написано, «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам». Амострися. Бытие 1817, Господь говорит, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Конечно, нет. Бог советуется с человеком. Были на земле люди, и слава ему и есть, которых слушает Бог. Галерия. Хорошо слушать Бога, но иметь, я люблю это слово в русском языке, дерзновение, по-испански «денуэдо», «болдне» по-английски, но в русском очень сильное слово, дерзновение. Люди есть на земле, которые имеют дерзновение сказать Богу, и Бог это делает. Слава ему! Я говорю с Библии, были такие люди. Вы помните, когда народ израильский кушал Божий хлеб, но поклонялся язычникам, языческим богам, Баалу, и в ревности своей Илья говорит, не будет дождя, не даст вам Бог хлеба, разве по моему слову. И Бог так сделал. Человек закрыл небо и открыл небо ключом веры и молитвы. Благословен Господь. Слава ему! Аллилуйя! Яп! Наш первоначальный текст говорит нам о том, что ответственность, ответственность как за пробуждение, так за благоустройство страны, где мы живем, лежит на плечах народа Божия. Вы помните, когда Бог допустил даже народу пойти в плен, в Вавилон, и там говорит, чтобы молились за благосостояние той страны. Так есть. Чтобы молились за то, чтобы старались, чтобы было там хорошо. Будет и им хорошо, и вам хорошо. Дорогие, я хочу немножко отклониться к второму тексту. Мы прочитали Бог жалуется. Бог жалуется. И говорит, искал я у них человека, который бы поставил стену и стал бы в проломе за народ сей. И говорю, жалуется, но не нашел. Слышите? Слышите? Бог ищет человека. Я искал человека у них и, к сожалению, не нашел. Сатана искал человека и нашел Атилу. Нашел Антиоха Пифана. Сатана искал человека и нашел Сталина. Сатана искал человека, нашел Гитлера. Сатана нашел Гочемина, Маоцедуна, Полпота. Нашел многих. И сегодня нашел человека, называется, Жириновский. Я говорю пророчески, Сатана нашел. Бог жалуется, я искал и не нашел. У меня является вопрос, когда Сталин явился в России, где была церковь Христова и что она делала? Когда Гитлер явился в Германии, где была церковь Христова и что она делала? Вот мы приехали на Запад. Я не критикую, я говорю истину. Братья, вот у нас в Америке более 80 тысяч недавно прибывших и колятся, делятся, скандалят и так клевещут и так далее, и так далее. Бог говорит, если я сделаю той, то закрою небеса, если я наведу той и другой. Но говорит, народ мой смирится. сегодня, дорогие, все лежит на нас. Христос сказал апостолам, в том числе к церкви, что свяжете на земле, будет там связано. Что разрешите на земле, будет там разрешено. Слава Господу за это. Слава Ему. Дорогие, я говорю, эту проповедь может мало кто решится говорить, но я решился, я говорю, и Дух Божий побуждает меня сказать в каждой церкви, и я буду это делать. Я буду это делать. Помимо того, слышал, то и не слышал. Я вообще не люблю повторять, но я буду говорить. Я говорю, сатана искал, нашел, а потом еще говорят, ну такая была воля Божия. Кто вам говорил? Воля Божия, чтобы малые детки умирали с голода? Воля Божия, чтобы маленьких детей на штыки колоть? Где вы это вычитали? Воля Божия есть благая, угодная и совершенная. Слава Господу! Воля Божия в том, чтобы все люди спаслись. Какова воля Божия? Но это не воля Божия. Конечно, Бог попускает, и Бог наперед знает, что будет. Но если народ мой, говорит Господь смирится, народ мой, был не народ Божий, например, с Библии Неневия, но когда пришел пророк Божий и сказал еще 40 лет, то есть, извините, дней, благодарю, 40 дней, и она будет истреблена, уничтожена. Вы знаете, люди не анализировали пророка и его пророчество, но начиная от царя и до последнего пошли в пост и молитву, и Бог отменил это, слава ему. Аллилуйя. Я всегда говорю, всегда говорю, у Бога, когда Бог говорит, даже суд говорит, у его есть way of escape, мы говорим, есть избежание, есть выход, в сатане нет выхода. Он развел везде огонь, а тут петля, вот только здесь выход, петлю. Сатана это делает, но у Бога есть выход, есть исход, благословенно имя его. Вы знаете, у меня много мыслей, я хочу передать, это не так легко бывает, но все же буду стараться, пусть Бог мне поможет. Есть? И вот говорит здесь, я наведу, если заключу небо, и не будет дождя, повелю саранче, поедать землю, пошлю моревую язву, на народ мой. И смирится народ мой. Стих 13 говорит о произнесении суда Божия, намерение Божие предопределило, уста Божие изрекли, но условие, и условие в четырех пунктах, народ мой, который именуется именем моим, смирится. Божья благодать обещана и простерта только смиренным. Притча 15 33 Страх Господень научает мудрости и славе предшествует смирению. Читаем Иакова 4 10 Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Галерия! Слава Ему! Народу Божию нужно смирение. Но добавляю, братья и сестры, будьте осторожны и не допустите себя до того, что Бог вас будет смирять. Не допустите до этого. Старайтесь так смиряться, чтобы не было Богу нужды смирять вас. Потому что если Бог начнет смирять, то будет безактманин дочь цушпет поздно. Я хочу смиряться пред Господом. И я не хочу, чтобы Бог меня смирял. Я когда все я наведу, народ мой смирится. Вы знаете, над нашей земной планетой висит ужасная опасность. Знаете, это президенты, правители, все знают. Ужасная опасность. Вы себе представьте, я говорю, перед тем, как, допустим, Сталин пришел к власти, или Гитлер пришел к власти, он написал Mein Kampf, он говорил, писал, что я буду делать, и сделал. Жириновский сегодня открыто говорит, что он сделает. И этот человек готов потопить, утопить в крови человеческой весь мир. Ему ничего не значит. Но я вам скажу, вы скажете, политика, вы знаете, было время, когда царство израильское, и в том числе царь, были в опасности. Это был Давид. Вы помните? Сын восстал, народ восстал, против, был в опасности. И там был человек в этом царстве, которого почитали слово как Бога. Это был Ахитофел, правда, нет? И Давид молится, Боже, разруш совет Ахитофела. И Бог ответил ему, слава Богу, и разрушил. Я имею право как слуга Божий молиться, и разрушить замыслы Жириновского. Аминь. Братья, мы оттуда, там наш народ, мы любим его. Молитесь об этом, чтобы этот лунатик не пришел к власти. Молитесь. Если церковь будет хлопать ушами, не обращать внимания, да будет как будет, слушайте, придет. Но во имя Иисуса Христа церковь Божья может связать этого демона. Галилюя. Аминь. Я говорю пророчески, братья, этот человек намеренся поглотить и погубить человечество в крови. И он сделает. Но народ мой смирится, что будет делать, и будет молиться. Не будет хлопать в ладоши, не подскакивать, не попробовать, как сегодня харизматики делают. Но я не против этого, или против их, но я говорю истину. Народ смирится и будет молиться. хлопанье в ладоши, подскакивать, ничего не даст. Народ будет молиться, аллилуйя, как молиться, чтобы небо услышало. Я говорю, братья, молитва не есть, айнбанш, трассе, но, мы пятидесятники, мы верующие, молитва не есть, улица одностороннего движения, молитва не есть, монолог, но, это есть, диалог, мы имеем туда и оттуда получаем, хвала Богу, народ отбожий смирится и начнет молиться. Как молиться? Чтобы небо услышало. Аминь. Слава Господу. Я помню, кто знает немного историю, в Англии царствовала шотландская царица, ее называли Бладим Мэри, кровожадная Мэри, или Мария, королева. Она ни одного проповедника сожгла на столбе с моляном. Но там был у Шотландии один муж, называли его Нокс. В это время Англия воевала с Францией. И эта Мария, кровожадная царица, королева, сказала такие слова. Я боюсь Ноксовых молитов хуже и больше, чем французских пушек. Есть? Дорогие, мы можем хлопать, мы можем прыгать, и сатана будет смеяться. Но когда будем молиться, и небо будет нас слышать и отвечать, он дружит. Слава Богу! Я, дорогие, говорю пророчески, я не пророк, я не евангелист, но часто говорю пророчески. вспомните эти слова. Если мы будем, а хай будет, как будет, так будет. Слово Божье говорит, смириться, народ мой. Господи, помоги нам. Благодать обещана Богом смиренным. Я говорю, ни в коем случае не допустите до того, чтобы Бог вас смирил. я не хотел бы этого сказать, не хочу убедить, но я напомню. Это было в Клопенбурге, я здесь был. Мама приехала с 14 детьми, я был здесь. Папа умер перед приездом сюда, там. А дети здесь почувствовали свободу. Здесь свобода. Я так как 14 детей немецкое правительство засыпало их. Называли ее даже у России мать героиня. И мама, что мама? Отцовского пояса нет, дисциплины нет, дети делают, что хотят. И мама говорит, детки, а детки, плачет, мама деточки, детки, детки. И знаете, все время далее хуже. Мама говорит, и вы знаете, что они сказали? Ты настолько наплодила, и теперь еще будешь нам упрекать? И Бог сказал одно слово баста. Мы знаем конец, правда? Мы знаем конец. Двох из них похоронили. Я, дорогие, шутить с Богом опасно? Нет? это Бог смиряет. Поэтому я говорю, смиритесь под крепкую руку. Не надо, чтобы Бог смирял. Когда Бог смирит, будет сушпет. Бонке рассказывал, когда проповедовал там палатки в Южной Африке, едва на мотоциклях подъехали, на одном, извините, мотоцикле в кожанках подъехали, тут проповедуется Слово Божье, тысячи народов, они стали и начали насмехаться. подойти к ним и сказать им, ребятка, вы смиритесь, успокойтесь, выйдите к алтарю, вручите жизнь вашу Господу. А они говорят, you know how old we are? Ты знаешь, сколько нам лет? Нам по 19 лет, когда нам будет 90, тогда нас увидишь там. Он говорит, не гарантируй, что вы до завтра доживете. Посмеялись, сели на мотоцикль, 900 кубиков, мотоцик как рванул, и через 5 минут бежит женщина. Идите посмотрите. И знаете, в этом разгоне на повороте не успели, как ударили в дерево, то тот, который спереди был, то убит там лежал под деревом. А тот, что сзаду сидел, больше размах висел на своих кишках, на ветках. Дорогие, горе, когда Бог смиряет. Горе. Вы знаете, человек может перейти волю Божию, но горе, если перейдет границу милости Божией. Не дай Бог никому. Ни народу, никому. Йе? Смирится народ. Я искал человека, богище человека. Братя, я хочу затронуть больное место. Вы знаете, я хочу поехать на Украину. Я хотел бы встретиться с президентом Украины, с президентом России и сказать им, как выйти из этого положения, в котором они есть. Они не выйдут, но я имею салюшен, что им сказать. Знаете, и вот хотел бы в 1948 году я был еще здесь. Произошли первые выборы в Германии демократические и вышел канцлером Аденауэр. Его называли немцы Деральте. Старик. Знаете, и этот человек, зная все, что он учредил день, день покаяния, учредил. Он не был виновен, он сам при Гитлере в Харцине. Вы видите сами, Бог снял проклятие из германского народа. Слава ему! Вы видите, благословение? Вы помните, слушайте, старики, вы помните лозунг «Бей жидов, спасай Россию»? Помните, нет? Вы помните этот лозунг? Били, что вышло? Я скажу, доколе народ на Украине, в России, не склонит свои колени и не попросит прощения в народе израильского, Бог сказал Абраму, благословен, благословляющий тебя и проклят, проклинающий тебя. От имени всех нас и себя я скажу, мы благословляем народе израильске. Аллилуйя! Этот народ дал нам эту книгу Аминь! Этот народ дал нам пророков, этот народ дал нам Мессию, мы благословляем его. И Бог сказал, благословен, благословляющий тебя. Аллилуйя! Мы любим этот народ. Тот, что они сделали, Бог имеет дело с ними, но не мы. Аминь! И доколе народ на Украине, у России не придет к этому, не будет толку. Не будет толку. Надо созвать, что только можно, пойти на колени, просить прощения этого народа, Бог снимет это проклятие. Там проклятие лежит. Страна, земля хорошая, плодовито, все есть, проклятие за проклятием. И будет так дальше. Если не будет этого, не устали еще слушать? Благодарю вас. Идем дальше. Смирится народ мой. Смириться, смирившись перед Господом, начнет молиться. Просить Господа помилований. Молиться так, чтобы небо услышало, приняло и дало ответ. Неформально. Люди, знающие и умеющие молиться, чтобы коснуться неба. Я, когда смеются, начнут молиться. Дальше уже брат читал псалмы. Ищите лица моего. И взыщут лица моего. Как? Я люблю перевод у старом украинском переводе этого Кулеша. Исаия 66 и 2 стих. А ось на кого я ласкаво спогляну. На смиренного, на сокрушенного духом и трепетчего перед словом моим. Аллилуйя. От на кого. От на кого. На смиренного, сокрушенного духом и трепещего перед словом моим. ласкаво. Ласкаво я посмотрю на это. Бог говорит нам, прочитаю этот стих, хотя его знаю, Исаия 57. Откройте Исаия 57. И читаем мы стих 15. 57 Исаия 15. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый его имя, имя его. Я живу на высоте небес, его святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. среди этого народа Бог живет. Хвала Ему. Есть? Дорогие, смирение или же подход к Богу имеет три сказать, как выразиться, этапа. или три шага. Ну, как назвать? Три. Смирение. Знаете, что делает смирение? Смирение ведет к умилению духа. Умиление духа это высшая степень смирения. Вы помните, в Захарии Бог обещает на доме Израиля изолью дух умиления. Мы имели вечеря Господня, свидетель. Было народа может столько, как здесь или чуть меньше. Но когда народ смирился и повеял дух умиления, мы все пережили крещение слез. Правда? Мы не хлопали в ладоши, не прыгали, но мы знали, Бог с нами. И наши сердца растаяли, как воск. Наши сердца растаяли, как сахар в кипятке. Легко молиться, легко прощать, легко просить прощения, легко все делать. Правда, братья? Аминь. То, что народу нужно. Сегодня люди это оставляют. Хлопать будем, прыгать. Ну, куда вы запрыгаете? Слово Божие говорит нам, Энох ходил с Богом, Ной ходил с Богом, Абрагам ходил с Богом. И для того, чтобы ходить, надо употреблять обе ноги. На одной можно скакать или прыгать, но не ходить. Обе ногами. Не точно одна нога в собрании, а одна на улице. Но, поняли вы? Да? Есть? Народ мой смирится, начнет молиться и начнет искать лица моего. Есть? Это совсем другое. Здесь формальность не поможет. лица Божия искать. Хорошо нам видеть лицо друг друга. Слава Богу за это. Но, дорогие, искать взыщут лица моего. О, галилюя! Чтобы лицо более обратило свой свет на нас, осияло нас. Это нужно. Есть? Благословен Господь, благословено имя Его. Псалом 9, 38, русский. Господи, Ты слышишь желания смиренных укрепи сердце их, открой ухо твое. Здесь я говорю, три стадии подхода к Богу. Вискание лица Божия, смирение, умиление духа. Смирение приводит к умилению духа, и умиление приводит к сокрушению. А сокрушение, вы знаете, что делает? Вы знаете, что оно делает? Оно нам открывает божественный маестат или величие Божие и наше ничтожество. Аминь. Есть. Чем больше человек сокрушается в умилении духа пред Богом, тем больше Божий маестат пред Ним и меньше ты в своих глазах. Аллилуйя. Так и аминь. Я не раз говорю, проповедь вас говорим на четыре глаза. Когда Иоанн, который любил Иисуса и знал Иисуса больше, чем все мы вместе, но когда встретился с этими пламенными глазами на подмосе, говорит, я упал как мертвый. И он положил свою десницу или правую руку на меня, не бойся. Я был мертв, но все жив и имею ключи. Дорогие, он имеет ключи к каждому сердцу и душе нашей. Слава Ему. Аллилуйя. Господи, я бы хотел, чтобы народ Божий услышал это слово, дорогие. Нужно сказать, на нас лежит ответственность. Братья и сестры, на нас лежит ответственность. Люди забыли это. Стараются как можно, чтобы получить больше социаль. У нас велфер. как можно обмануть, как можно схитрить. Мы это видим. Я не критикую, но это факт. Колятся, делятся, клевещут. А Господь говорит, месмирится народ. Где же это? Одно с другим не пасует. И когда Америка будет гореть, не обижайтесь ни на кого. И она будет гореть, если это не будет. Если не будет покаяния, не будет смирения, не будет умиления духа сокрушения, будет это. Еще избрали такого президента, друга садомлян. Дорогие, перед тем, как я сюда выехал, я выехал четверг, воскресный день, несколько, три дня перед тем, как я уехал, у Торонто в нас большой, хороший город, 50 тысяч садомлян имели процессию, знаете, демонстрацию имели. Вы понимаете, я называюсь содомляне, за что Бог истерпил Содом и Гомору. Они хотят иметь все права. У Сан-Франциско несколько лет назад сто тысяч содомлян шли улицами, протест делали, демонстрации делали. Как долго Бог будет на это смотреть, как вы думаете? Он смотрел на Содом и Гомору и сказал это слово баста, сказал, горе народу, который перейдет границу милости Божьей. Но все же, дорогие, Бог говорит своему народу, будет то, закрою даже небеса, но народ мой, который именуется именем моим, мы именуемся именем его, братья и сестры, смиримся пред ним, пойдем на колени пред ним, будем умиление духа узывать, молиться, искать лица Божия и еще один пункт или одна стадия. И отвратятся от жилых путей своих. Если трудно достичь этих трех стадий смирения, умиления духа, сокрушения, есть еще выход, возьмите пост и молитву. Пост смирит ваше тело. Я это знаю из практики. Я знаю это. Возьмите пост, хотя трехдневный, если нужно, говорю, смирить этого Адама. Я прийти ближе. Но говорит Господь и отвратятся от злых или обратятся от худых путей своих. Какие это пути? 14-12 сказано есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый и идите по нему и найдете покой душам вашим. Но они сказали не пойдем. Еремий 6-16 путь мы знаем, говорят нам особенно молодое поколение, но мы хотим его расширить. Наши братья, я слышал и слышу эти слова, вы нас старики держали в тисках, вы нас там держали, но здесь в Америке мы на свободе. Окей, куда вас свобода заведет? Мы увидим. Я благодарю Бога за старших братьев. Между нами есть узники. Я вчера был с ними. Между нами есть узники. Братья, узники, я недостоин помыть вам ноги. Вы страдали за имя Христа. У вас все забрали, но Христа не выбили с вас. Слава Богу! Аллилуйя! Вчера я сидел между двух узников. Брат Виктор Иванович Белых и брат Федоту. Я смотрю на них, что эти люди перешли. Я говорю, я недостоин сидеть с этими людьми. Когда я первый раз приехал в Германию, был Форзайм, был Бремен, смотрел на этих братьев, и они знали путь, узкий путь, и стояли, и держались. Сегодня, дорогое молодое поколение, я вас люблю, но благодарите Бога за ваших стариков, которые еще вожжи держат, но не дай Бога эти вожжи вырвутся, и вы пойдете к пожеланию вашего сердца, с вами будет то, что было с лотом. Знаете, посмотрел, понравилось, пошел, зашел туда с такой массой скота, что не знал счета, а оттуда одной овечки не взял, и жену терял. Так? Так. Дорогие, обратятся или отвратятся, обратятся от худых путей своих. Вы знаете, сколько тщеславия есть. Вот мы, вот мы, знаете, нельзя по-немецки то сказать, но по-русски и можно. Там, где я и мы, там ямы. Поняли? Там ямы. по-немецки то не выходит, по-русски выходит, вы понимаете. А где Господь, Он через ямы переведет нас. Слава Ему. Отвратятся от худых дел, обратятся. Дорогие, много тщеславия. Я слышу, что говорят. Вот эти песни надо выкинуть. Эти песни жалобные. Нам только хлопать, прыгать, вот это нам. Как далеко вы запрыгаете. Как далеко захлопаете. Дорогие, царь говорит, Давид, если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь. Правда? И нужно прийти, привести все к свету так, чтобы все было удалено, чтобы между мною и небом никакого препятствия. Тогда молитва там. Аминь. Так есть. Это или к этому положению ничто не приведет. смирение, умиление духа, сокрушение сердца, отвращение от всяких злых дел. Написано, что тщеславие есть грех, есть зло в очах Божьих. Мы видим очень много. Очень много этого. Бог видит этого. Надо отвратиться от этого. Я? И тогда, и тогда, когда все это исполним, тогда что, Господи говорит, я услышу и услышу с неба. Украина, Белоруссия, Россия сегодня под проклятием. Земля под проклятием. У нас в Канаде, в Америке Украину называют bread basket. Значит, это хлебный кошек. Корб. Я? Корб. Европы. Сегодня люди голодают. Войны нет уже 50 лет. Что такое? В чем дело? Проклятие лежит. И Господь говорит, я сцелю землю. Не только люди, и сцелю землю их. Так говорит Слово Божье. По всему, по этой причине, я хотел бы говорить с президентом Украины, с президентом России. Доколе вы не объявите это народу, вам всем нужно покаяние. Нужно пасть пред Богом, а особенно народу Божию. Я говорит, услышу с неба. Аллилуйя. Бог говорит, услышу с неба, прощу грехи их, исцелю землю их. Земля, откуда мы вышли под проклятием. Мы это видим. Смотрите, там засуха, здесь засуха. Та сама засуха. Ничего там нет, здесь поедите магазин полно всего. Правда, нет? Где же оно набралось? Здесь полно. И здесь больше перенаселения, чем у России, на Украине или где либо. Правда? Больше. Народа перенаселен. Германия имеет более 80 миллионов людей. Такая маленькая страна. И все накормлены, и в магазинах всего полно. Божье благословение почивает. Бог снял проклятие. Но начались сверха. Люди призывали к покаянию. Надо каяться. Я говорю, перед народом Божьим сколько на Украине было погромов. Я сколько громили верующих людей. Всячески обзывали. Хотят благословение. Покаяние нужно. Покаяние. Но я возвращаюсь и буду заканчивать к народу Божьему. Мы прочитали. Я искал у них человека. Братья и сестры, не шутите с этим. Не смотрите легкомысленно. Сатана в истории находил, я некоторых из них именовал как Атилу, который был на территории Франции когда-то. Что он сделал? Он такие дела делал, что его не могли похоронить мертвого, потому что разорвут на куски. Отвели реку в сторону и на дне реки выкопали гроб, могилу и там ее похоронили, чтобы никто антиох эпифан Нерон что эти люди сделали? Сколько зла Сталин, Гитлер и другие и другие сколько и Сатана ищет таких людей. Но Бог ищет своих людей. Те люди, которые знают Его, которых голос Бог слышит их, которые знают как молиться, которые знают как коснуться небо, которые знают как открыть небо, и Бог изольет обильное благословение. Слава Ему! Слава Ему! У нас есть одна программа, американский пастор передает, и он всегда, его главный мотто этой программы не ешь свой хлеб сам. Это главная девиза его, главная мотто программы не ешь твой хлеб сам, делись холодным, делись. Братья, я знаю, где есть беда, Америка, Германия, первые там, слава Богу, первые, и Бог дает. Христос говорит, давайте, даст вам. И Бог дает. Слава Ему! Я? Слава Ему! Не забудьте это. Помните, Бог произвел суд на Навуходоносора, и Данил истолковал, сказал, а потом говорит, советую тебе, советую тебе, продлить мне, чем милосердиям к бедным людям. Я помню, и вы знаете, шаха иранского. Знаете, это был человек самый богатый в мире. Он имел свой самолет, и извините, но я говорю, то, что есть, раковина в туалете на самолете была с чистого золота. Но в той стране он имел миллионы голодных людей, он этого не видел. И вы знаете, какой его конец. Он был беглец, и в этом ужасе и страхе и так умер. Самый богатый человек не явил милости. Даже летчик, который пошту перевозил, и он перелетел, сел в Иране. Весь мир писал письма, просил, все равно он выдал советам. Не знаю, что с ним сделали. Не выдавай осужденных на смерть. Он это сделал. И сам стал беглец наконец. Так есть. Так есть. Милосердием бедным. Этим будет твое благодельствие. Хвала Господу. Слава ему. Народ Божий, Бог говорит, я возвращаюсь назад, если я то и то сделаю, если, если 1521 раз, и народ мой смирится. Я уже определил все. Но вы знаете, это слово если в русском языке четыре буквы, условное слово, и это слово может изменить положение. Я Бог изрек, но народ неневийский пал на колени, включая царя. Начали просить милости, кальция, и Бог помил. Даже вы знаете, сам пророк обиделся на Бога, что он такой милосердный. Правда? Обиделся на Бога. Я вам уже сколько раз говорил, еще раз скажу, сын жалуется матери, мама, скажи папе, чтобы он не был меня кнутом. Это так болит. А мама говорит, сынок, когда папа замахнет кнутом, ты не убегай от него, у него кнут длинный, он тебя достанет. Ты беги к его ногам, обнимай его ноги, папа, я тебя люблю, и он не замахнет. Аминь. Не замахнет. Я уже несколько раз говорил. Так есть. Если Бог и в гневе своем произнес, не убегай, беги к нему, Господи, милость, извините, суд есть великий, суд Божий, но милость превозносится над судом. Аллилуйя. Милость больше суда, слава Богу, помилует. Мы будем молиться. Слушайте, если между нами душа есть, я не хочу, чтобы выходили те, которые выходили, но ты еще никогда не отдавался Господу, не вручал себя Богу. Если такое есть, вы выйдете наперед, и служители Божьи помолятся с вами. Если есть такое, те, которые вчера или когда выходили, не выходите. на молитвы вас. Но если есть душа, ты знаешь, ты не отдавался, не вручал себя Господу, выйди сегодня, сюда, стань на колени здесь, и доблагословить тебя Господь. Если таковые души есть, мы пойдем на колени, будем молиться. Слушайте, уверены вы ли, что это от Бога? Скажите, уверены, что Бог говорит это. И я говорю, я имею пред Богом ответственность это сказать в каждой церкви. Дорогие, перестанем делиться своими разногласиями, перестанем клеветать, смиримся пред Богом, будем искать лица Его, а Он сделает, что мы Ему скажем тогда. Аминь. Он ставит условия. Мы служим Богу, служим добровольно, но условия, или беддингинген, ставит Бог. Мы служим Ему на Его условиях. Исполняй